На Псалом 47. Песень Псалом сынов Кореевых. Велик Господь и Всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. И здесь пророк изображает прекращение войн и избавление от борьбы. Иудеи, возвратившись из земли Вавилонской, избавившись от продолжительного плена, получив опять отеческую землю и избежав многих войн, в благодарность за все эти блага воспевает виновнику их песнь и говорят «Велик Господь и Всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его». Великий. И как велик не говорит пророк, потому что это никто не знает, почему и прибавляет. И Всехвален. Величию Его нет предела. Смысл этих слов следующий. Должно прославлять и величать Его одного. И притом выше всякой меры. Прославлять как за беспредельное и непостижимое величие существа Его, так и за чрезвычайное благодеяние Его к нам. Он и хотел, и имел силу сделать, что хотел. Велик Господь и Всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Что говоришь ты? Здесь заключаешь славу Его, великого и хвального, в этом городе и в этой горе. Нет, не то говорю я, отвечает пророк. Но то, что мы прежде других познали Его. Или это Он выражает словами в ограде Бога нашего, или желает показать, что в Нем явилось слава и величие Божие посредством бывших здесь чудес. Когда тех, которые были пленены, рассеяны, унижены, содержимы в стране врагов, как в огробе, Он внезапно возвеличил так, что они преодолели своих притеснителей, достигли прежнего благосостояния и наследовали отечество в древнем виде. Хотя величие Его, говорит, возвещает и видимые твари, но так как многие люди из древней неразумны, то Он внушает познание Сибири посредством врагов и победы, часто воздвигнутое чудным трофеем, изменяя обстоятельства к лучшему, и совершая такие чудеса сверх всякого чаяния и надежды. А Божиим пророк называет этот город не в том смысле, будто прочие города лишены промысла, но выражая, что иудеи имели некоторые преимущества перед другими в познании Его. Тогда как другие города могли быть названы Божиими только в отношении сотворения, этот был таков и по особенной близости к Богу, и потому что все чудеса были совершены здесь. Итак, тогда этот город назывался Божиим, а ныне все мы называемся Божиими. А те, которые Христовы, говорит апостол, растяли плоть со страстями и похотями. Видишь ли силу добродетели? И гора названа Божией, потому что на ней совершилось служение Богу. Прекрасная возвышенность, радость всей земли. Эти слова весьма неясны, поэтому нужно быть внимательным. Читающие их поверхностно приходят в великое недоумение и тщательно вникающие в них увидеть последовательность и точную связь мыслей. Смысл этих слов следующий. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего и на святой горе Его. Прекрасная возвышенность. То есть хорошо укореняя, хорошо утверждая, хорошо укрепляя Его на радость и веселье всей вселенной, тоже выразила другой переводчик, сказав предопределенным просвещением всей земли, то есть сделала Его просвещением и утехой всей вселенной. Отсюда источник благочестия, корни и начало Богопознания. Так Господь укоренил Его и крепко утвердил на украшение всей вселенной, на радость и веселье всей земли. Иерусалим был тогда училищем земли. И хотевшие получить радость, украситься и просветиться здесь, научались нужному. Вот почему Пророк, выражая это, и не сказал, укореняя, но радость всей земли – прекрасная возвышенность. Впрочем, если желаешь принимать эти слова и в переносном смысле, то увидишь истину их на делах. Действительно, оттуда произошло утешение для всей вселенной. Оттуда радость и веселье. Оттуда источники любомудрия. Там распят Христос. Оттуда вышли апостолы. Ибо от Сиона вышел закон и слово Господня из Иерусалима. Михея 4.2 Эта радость имеет корни бессмертные. Радость всей земли гора Сион на северной стороне ее. Город великого царя. Почему, скажи мне, Пророк упоминает теперь о севере и описывает нам место положения? Потому что отсюда часто воздвигались войны на иудеев от нашествия варваров. И Пророки часто говорят об этом, называя войну северную и описывая, что оттуда поджигается котел. Иеремия 1.13 На севере в отношении к Палестине лежит страна персов. Удивляясь бывшему, Пророк прибавил это, желая выразить. Ты сделал Палестину непобедимую с той стороны, откуда она постоянно терпела нападение. Как если бы кто-нибудь сказал о теле. Ты сделал слабую часть его самой крепкой, так точно и Пророк выражает ту же мысль. Откуда вопли и слезы. Откуда причины бедствий. Все части исполнились удовольствия и благоденствия. Откуда угрозы, ужасы и опасности. Оттуда радость и веселье. И никто уже не боится той северной страны мира. Никто не опасается. Никто не имеет подозрения. Но все радуются, потому что ты укоренил ее в радости. Город царя великого. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Пророк возвещает достоинство, славу, венец этого города. Словами город царя великого. Потом показывает, почему он есть город царя великого. И прибавляет. Бог в жилищах его ведом, как заступник. То есть Бог, который является великой в нем промышлением. Спасает его всего со всех сторон. Печется о нем не только в совокупности. Но и о каждом деле доме его промышляет. Нам он известен и без этого. Но врагам он показал силу свою. В другое время. И таким образом. Так, когда на языке напали толпы варваров и окружили весь город, как бы сетью, то отступили от него, оставив после себя множество мертвых. Многие другие враги приступали к нему и удалялись с бесчестием. Все это, говорит пророк, совершено промыслом Божиим. И сделал этот город славным. И он стал велик не потому, что славен, но потому, что прославился таким образом. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. В еврейском сказано прошли. Он описывает здесь войну тяжкую и поднявшуюся со всех сторон. А потому и славнейшую победу. Сказав, что Господь защищает этот город и оказывает великое о нем промышление. Теперь объясняет, как он защищал его. Когда нападали на него, говорит, многофисленные цари. Их, разумеет он, под множеством царей. И не просто нападали, но собирались, сходились. И тогда произошли такие дела, что сами они, удивившись чудесам, отступили. Война приняла такой оборот, что они сами, пришедшие в изумление и страх, рассеялись. И с великим расстройством обратились назад, испугавшись многие-немногих, собранные вместе несобранных. И были в положении нисколько не лучше жены рождающей. Отсюда видно, что война происходила не по устроению человеческому. Но Бог был распорядителем борьбы. Не только приводя в смятение мысли врагов, но и потрясая сердца их, повергая их в болезни рождения и производя в них невыразимый страх. И случилось то же, как если бы собрался большой флот, и бурный ветер, поднявшись, сокрушил все корабли, потопил суда и привел все внезапно в великое смятение. Этим примером, кажется мне, пророк выражает легкость победы и чрезвычайность смятения. И те, которые владели флотом и пришли из отдаленной и чужой страны, погибли все от гнева Божия, как бы от бурного ветра. Поэтому он назначил и место, откуда они пришли, прибавив фарсистские. Тоже выражено и еврейским этим словом, которое мы привели для вас в чтении текста. Таким образом, или это можно разуметь, или то, что я прежде сказал. То есть, как бурный ветер, поднявшись, часто сокрушал корабли фарсистские, так точно Бог рассеял эти толпы. Вот, сошлись старии, прошли все мимо, увидели, изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсистские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Богу твердит его навеки. Видишь ли, как он объясняет вышесказанное выражение? Укоренит. Не сказал, благоукоренив, но благоукоренный, то есть постоянно промышляя, постоянно заботясь, постоянно ограждая. Сказал о том, что случилось в его время. Он обращается к древним событиям и показывает, что первое согласно с последним. О чем говорит, мы слышали на словах, что видели и в делах, то есть победы, трофеи, Божьи промышления, дивные чудеса. Господь никогда не переставал совершать их. Ему свойственно и избавлять от опасности, и руководить к Богопознанию. Не напрасно пророк напомнил и о случившемся за долгое время. Нужно было бы получить и древним событиям, и новыми делами научать, чтобы грубейшие слушатели от настоящего научились верить и давно бывшему, получали двоякую пользу. И таким образом слух заменял бы у них зрение. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Сказав, мы слышали, как слышали, так и видели, пророк говорит далее, что он слышал и что видел. Что же он слышал и что видел? То, что благодать Божия делает город крепким и непоколебимым. Она и его основание и сила. Она делает его неприступным, не человеческая помощь и содействие, не сила оружия, не башни и стены. А что? Бог хранит его. Иудеев особенно нужно было учить этому, почему пророк часто и внушает им. Приняли, Боже, милость Твою посреди людей Твоих. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Что значит размышляли? Надеялись, ожидали, познали человеколюбие Твое. Сказав, что Господь укоренил город, основал и оградил, и желая показать, что это попечение бывает не по достоинству получающих, а по благости дающего, и вместе желая смирить гордость их, он как бы так говорит, «Все это дела Твоей милости, Твоей славы, Твоей благости». Поэтому и прибавляет, «Как имя Твое Божие, так и хвала Твоя до концов земли, и сница Твоя полна правды». «Хвала Твоя, — говорит, — совершает дела столь великие и дивные, столь высокие и славные. Не по мере и достоинству получающих благодеяния Ты оказываешь попечение, а по своему величию. Хвала, то есть благая весть о делах, сделала их известными. Хотя они совершались в Палестине, но по величии и важности своей достигли последних пределов Вселенной, и живущие далеко узнавали все». Так о бывшем в Египте Иерихонская блудница знала точнее присутствовавших при этом. Случившиеся в Палестине рассказывали живущие в стране Персидской, о происходившем в самой Персии и знали жившие на крайних пределах земли. Для этого царь и отправил послание по всей вселенной, возвещавшее о случившемся с печи Вавилонской, Данила 3.98. Поэтому пророк Иис сказал, «Как имя Твое Божие, так и хвала Твоя до концов земли». Присовокупил всему. «Десница Твоя полна правды». Как он обыкновенно поступает, восходя от бывающего у людей к тому, что свойственно существу Божию, так поступает и в настоящем месте. Не потому, чтобы можно было разуметь в Боге что-нибудь пребывающее или убывающее, да не будет, но потому что слово и язык человеческий слабы, и потому нужно соединять с словом Бога приличную мысль. Итак, говоря здесь о принадлежностях естества Божия, он выражает то, что существенно свойственно Богу. Что же такое? «Десница Твоя полна правды», — говорит, показывает, что случившееся было следствием не достоинства облагодетельствованных, но существенного свойства Божия, потому что самое существо его радуется правде, утешается человеколюбием. Это его дело, его обычаи. Потому они получали такие благодеяния, как огню свойственно согревать и солнцу светить, так и Богу свойственно благотворить, и даже не так, а гораздо более. Потому пророк и говорит, «Да веселится гора Сион, и дорадуется тщери Иерусалимские ради судов Твоих, Господи!» Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Нам не нужно объяснять, для чего пророк заповедует все это. Обойти город, присчислить столпы, обратить внимание на здание, рассмотреть его красоту, определить его ограды и стены, измерить домы и дворцы, слова ясны сами по себе. Сказав это, он тотчас приросокупил и причину. Какую? «Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки, он будет вождем нашим до самой смерти». Смысл слов его следующий. «Исполнитесь удовольствия, возрадуйтесь, возвеселитесь, но не просто и как случится, а тщательно изучив крепость города». Когда он сделался развалинами, был разрушен до основания, и самое место его почти исчезло. Так что предки наши уже отчаялись в его исправлении и говорили, «Сухие кости наши, мы убиты, истреблены». И не надеялись возвратить его. Тогда и получили его опять, и притом не таким, каким оставили, а гораздо лучшим, красивейшим, славнейшим, большим, богатейшим, крепчайшим, обширнейшим, и по зданиям, по торговле, по силе и по обилию богатства. И будет, говорит пророк, слава сего последнего храма более, нежели первого. Айгея 2.9. И так он увещевает народ, и как бы говорить так ему, «Вот этот самый город, который был в отчаянном положении, без надежды, и обратился в развалины, как опять достиг блистательнейшего основания, посмотрите на все это, на его здание, блеск, красоту, и познав отсюда могущество Божие, как Бог возвеличил его из отчаянного состояния, возвестите потомкам вашим о силе Божии, о постоянном его промышлении, о том, что он всегда печется о нас, защищает и пасет нас». Такие повествования послужат и для потомков предметом великого любомудрия, уроком ревностнейшего богопознания и побуждением к добродетели. Для того пророк и заповедует обойти город, чтобы они могли быть опытными учителями потомков своих. Так мы всегда и постоянно созерцая его, будем иметь в уме город наш Иерусалим, будем непрестанно представлять красоты этого города, который есть столица царя веков, в котором обитают духи праведных, сонных патриархов, апостолов и всех святых, где все постоянное, а не приходящее, где красоты нетленные и невиданные, составляющие наследие только тех, которые совершенно забыли о тленных и временных житейских опечениях, то есть о богатстве, роскоши и пагубных удовольствиях дьявола. Будем же каждый день преуспевать в братолюбии и дружелюбии к нуждающимся, в любви к ближним и сердечном прощении оскорбляющим нас, чтобы таким образом, проведшей жизнь хорошо и Богу угодно, мы могли сделать наследниками Небесного Царства во Христе Господе нашем, которому слава и держава с Отцом и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь.